Привет друзья! Сегодня мы рассмотрим примеры использования Excel-функции SUMM-ESLI, какие аргументы она использует и для чего применяется. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. С помощью функции сумм если вы сможете суммировать значения в ячейках, которые соответствуют заданным вами критериям. Давайте рассмотрим синтаксис функции сумм если. Где диапазон, это обязательный аргумент. Диапазон ячеек, которые нужно оценить на основании критерия. Например, от B2 до B6. Критерий, еще один обязательный аргумент, определяет какие ячейки в диапазоне будут выбраны. Например, ячейки с назначением больше 100. Диапазон суммирования. Это фактические ячейки для суммирования, если соответствующие им ячейки диапазона удовлетворяют критерию. Например, от C2 до C6. Квадратные скобки вокруг диапазона суммирования указывают на то, что аргумент не является обязательным. Если диапазон суммирования не используется, то ячейки в диапазоне оцениваются на основе критерия, а затем суммируются те из них, для которых критерии выполняются. Рассмотрим простой пример. Я создам такую формулу. Если B2 больше 100, прибавить C2. Если B3 больше 100, прибавить C3. И так далее. Для этого я ввожу знак равенства сумм если, открываю скобки, выбираю диапазон B2-B6, точку запятой, ввожу больше 100, которые заключаю у кавычки, точку запятой, выбираю диапазон C2-C6 и нажимаю ввод. В этом примере в ячейке А2 мы получаем сумму определенных ячеек столбца C, которые соответствуют критерию. А теперь рассмотрим данные функции в работе. Сейчас я создам формулу, которая находит суммарную стоимость автомобилей дороже полутора миллиона рублей. Я ввожу знак равенства, сумм если и открывающую скобку. Выделяю диапазон A2-A7, ввожу точку запятой, заключаю в кавычки критерий, в данном случае больше полутора миллиона и нажимаю клавишу ввод. Далее получаю суммарную стоимость автомобилей дороже полутора миллиона рублей, которая равна 6 миллионам 800 тысячам рублей. В этом примере я не использовал диапазон суммирования. Ячейки в диапазоне от А2 до А7 оцениваются на основе критерия, а затем суммируются те из них, для которых критерий выполняется. В этом примере если А2 больше полутора миллиона, нужно прибавить А2, если А3 больше полутора миллиона, нужно прибавить А3 и т.д. А теперь я создам формулу, которая суммирует проценты от продажи автомобилей стоимостью больше полутора миллионов рублей. Я ввожу знак равенства, сумм, если, и открывающую скобку. Выделяю диапазон А2, А7, ввожу точку запятой, далее критерий больше полутора миллиона, в кавычках. Ввожу точку запятой, выделяю диапазон суммирования B2, B7 и нажимаю клавишу ввод. И получаю сумму процентов от продажи автомобилей стоимостью больше полутора миллиона рублей, которая равна 1 миллиону двадцати тысячам рублей. В этом примере определён диапазон суммирования. Если А2 больше полутора миллиона, нужно прибавить B2, если А3 больше полутора миллиона, нужно прибавить B3 и т.д. Функция сумм, если также позволяет оценивать текст. Рассмотрим ещё один пример. Я создам формулу, которая рассчитывает общий объём продажи программ. Как всегда ввожу знак равенства, сумм, если и открывающую скобку. Выделяю диапазон А4, А15. Ввожу точку запятой, далее критерий, а на Razor в кавычках. Ввожу точку запятой, выделяю диапазон суммирования C4, C15 и нажимаю клавишу ввод. Сумма общего объёма продаж программ составила 45482 рубля. В этом примере, если А4 равно Anerazor, нужно прибавить C4. Если А5 равно Anerazor, нужно прибавить C5 и т.д. Функции сумм, если в аргументе критерия можно использовать подставные знаки. Вопросительный знак и звёздочку. Вопросительный знак соответствует любому символу, а звёздочка – любой последовательности символов. Теперь я просуммирую объёмы продаж программ, название которых заканчивается на E. Я ввожу знак равенства, сумм, если и открывающую скобку. Выделяю диапазон B4, B15. Ввожу точку запятой, выделяю диапазон суммирования C4, C15 и нажимаю клавишу ввод. Общий объём продаж программ, название которых заканчивается на E составляет 21482 рубля. В этом примере, если последнее слово B4 заканчивается на E, нужно прибавить C4. Если последнее слово B6 заканчивается на E, нужно прибавить C6 и т.д. Примечание. Функция суммесли возвращает неправильные результаты, если она используется для сопоставления строк длиннее 255 с символом или применяется к строке с ошибкой знач. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.